Почему вы до сих пор не говорите на английском? Меня зовут Михаил. Михаил. В первую очередь, стим отсутствовал, чтобы я заговорил. И в школе, когда я всё это дело проходил, в какой-то момент я это дело упустил, потом не понял её. Это достаточно типичный аргумент, потому что большинство из вас знает огромное количество английских слов. Осознанно или на подсознательном уровне. Но английские слова витают везде. Но их можно сравнить с такой россыпью бусин, которые сами по себе разбросаны, а системы нет. Отсутствие системы мешает эффективно пользоваться. Поэтому один из базовых принципов нашей системы, моего метода, это создать вот эту ниточку, этот стержень, куда можно нанизать все эти бусинки. Пожалуйста, вас как зовут? Дарья. Дарья. Как у вас складывались отношения с языком? Ну, если честно, мне кажется, только лень не мешала выучить его, потому что, в принципе, я с детского садика его начинала всё время учить. Я до сих пор не знаю. Хотя желание есть. Теперь я очень хочу. Ну, лень – это состояние и свойство достойного уважения. Всё, что в нас есть, мы должны принимать. Потому что бороться с ленью – это нереально. Поэтому хочу сообщить вам радостную весть. Помимо того, что курс у нас достаточно компактный, то есть это не годы и не месяцы, это 16 занятий. К концу которых, как я надеюсь, и вы мне в этом поможете, если сделаете шаг навстречу, мы с вами будем просто говорить на английском языке. Вам кое-что придётся делать самостоятельно. Но ещё одна хорошая новость – вам не придётся часами сидеть и делать какие-то уроки. Во-первых, потому что это нереально. Никто, ни один взрослый человек никогда не будет делать никакие уроки, чем бы он ни занимался часами. Я попрошу вас в течение нескольких минут каждый день повторять определённые вещи, которые я вам буду предлагать делать в конце каждого занятия. Я не могу поверить, что у вас не найдётся 1, 2, 3, 5 минут, ну, может быть, 2-3 раза в день, для того, чтобы повторять определённые структуры. Для чего это нужно? Объём информации, которую действительно стоит освоить, выучить, забить в себя, не превышает таблицу умножения. Потребуется довести несколько базовых структур до автоматизма. Что это значит? Ну, вывести их на такой уровень, на каком работают, например, наши ноги, когда идут. Как работают у нас структуры нашего родного языка. И это вполне реально. Пожалуйста, вас как зовут? Меня зовут Анна. И я хочу сказать, что мне мешал выучить английский язык формальный подход. Потому что я, на самом деле, хорошо занималась в школе. И, в общем-то, какие-то, как бы, простые вещи, которые мы изучали, сводились к схемам, которые не могу пользоваться, когда встречаешь живого человека. Вот сейчас, например, к нам в гости приехал человек из Дублина. И я чувствую, что полноценного общения не происходит. Мне обидно. Время уходит. Как-то... Да, при этом... Да, да. Да, при этом я помню, что как бы... Я всё знаю. У меня опять по-английскому. Стол белый, стена чёрная. Всё хорошо, а сказать нечего. Обида – это очень мощная мотивация. Потому что лучше иногда помолчать. Хорошо, спасибо. Вас. Меня Владимир зовут. Мне просто стыдно. Мне обидно, когда я не могу изъясняться. Хотя понимаю, что это достаточно расслабиться. Как у меня однажды было, я разговаривал с одним англичанином после пары пива. Я мог с ним изъясняться легко. Я вообще с детства не любил учиться. У меня было ощущение, что я всё знаю. И есть такое ощущение, что я и знаю английский. Иногда во сне я разговариваю легко. И всё понимаю. Иногда, смотря фильм какой-то по-английски, я засыпаю и начинаю понимать его. Но говорить я так и не смог научиться. Анастасия. Меня зовут. Мне кажется, что мне мешает отсутствие погружённости в среду. Потому что, когда я пытаюсь сама учить и заниматься по книгам, начинаются эти схемы. Что сначала ставится, что потом, эти все глаголы. Я не могу уже импровизировать. Я же вспоминаю эту схему в голове. Что нужно туда подставлять. Совершенно верно. То есть наша цель, да без того, чтобы эту схему не надо было вспоминать. Меня зовут Александра. Но мне мешает, наверное, то, что существует огромный спектр разных методик и школ. И у меня такое огромное количество информации. Но я всё равно до сих пор не могу разговаривать в прошлом, в будущем, в настоящем. Я путаюсь в этих формах. И, естественно, через 10 минут мой собеседник говорит, окей. Ну, может быть, вы вообще философски относитесь ко времени. Может быть, вы философски относитесь к понятию пространства и время. Мне кажется, мы за эти занятия как-то выясним. Да. Наведём порядок. Наведём порядок, да. Ну, меня зовут Олег. И у меня есть определённый ужас, конечно, по поводу неправильных глаголов. Начало было похоже. Меня зовут Олег, и я алкоголик. В каком-то смысле, да. Это признание, безусловно. Это раз. Во-вторых, мне всё время страшно. И мне кажется, что я не могу сконцентрироваться на языке, который, как мне кажется, я знаю сейчас на уровне твоя, моя понимание. Меня зовут Алиса, и мне всегда мешала, наверное, лень и нехватка времени просто, чтобы пойти на курсы и восстановить язык. В объёме. Да. Ну, интересно, что язык вообще совершенно справедливо стоит воспринимать как нечто объёмное. Любая информация, которую мы получаем в линейной форме, просто как список слов, там, таблица, схема каких-то, там, правил, глаголов, это вызывает то, что он называет синдром студента. Выучил, сдал и забыл. Для объёмного восприятия языка недостаточно знать слова. Требуется почувствовать своё физическое присутствие в новой среде. Поэтому обязательно должен быть подключён образ и какие-то эмоциональные привязки, эмоциональные ощущения. Вот если на вскидку вам задать вопрос, когда говорят об английском языке, какая ассоциация приходит в голову? Английский язык. Что сразу пришло? Зависит. Я просто когда вижу детей, которые говорят на английском языке, это всё время очень... С детства и бесплатно. Да. А я помню книгу, такое издание Шекспира, старое-старое, моих родителей, такая коричневая обложка, там, я с детства её так листала, я думаю, боже мой, и поля, заросшие в вереском. Вересковый мёд. Вересковый мёд. Да. Продолжение следует...